Агиль, добрый вечер! Добрый вечер, Дмитрий, спасибо за приглашение, приветствую вас и вашу аудиторию. Агиль, вы не просто ведущий аналитик аналитического центра STEM, вы ведущий военный эксперт, военный аналитик Азербайджана, человек, который лично знаете, что такое армия, вы пилот, вы управляли боевыми самолетами, и, кроме того, вы очень точно и очень интересно ведете анализ ситуации на фронте. Поэтому, вы знаете, с места в карьер, без долгих преамбул и предисловий, скажите, пожалуйста, что вы видите сегодня на карте боевых действий Украины и России? В принципе, уже где-то 10 дней мы видим уменьшение активности на поле боя. Тот наступательный пыл, который был у российской армии на Сватово-Купянском направлении, он стал падать. Украинское наступление под Бахмутом более интенсивно, в Запорожской области. В целом, украинская армия перешла, изменила тактику, она хочет истощить противника. В наступательной операции мы видели уменьшение динамики, обе стороны готовятся к игре в долгую. Вы видите игру в долгую? Да. Что такое в долгую? Сколько времени это займет, на ваш взгляд? Знаете, тут очень сложно сказать временные рамки. Почему? Потому что вот чаша весов качнулась. Вот у вас было равновесие, вот чаша весов качнулась. Вы стали одерживать вверх в контрбатарейне борьбы. Что это вам даст? Это вам даст огневое преимущество 20-30-километровой зоне от линии фронта. Но, но, насколько вам хватит снарядов, чтобы поддерживать данный темп и истощать как живую силу, так и артиллерию, боевую технику противника. Это зависит от наличия у вас боеприпасов. А я не знаю, сколько у вас боеприпасов. Вы можете отстреливать от 5 до 7 тысяч снарядов. Если вы будете продолжать такими темпами месяц, два, три, то я думаю, что у вас будут, конечно, полученные условия для выполнения мелких тактических наступательных и контрнаступательных операций. Потому что ваш противник имеет некоторую возможность как бы дополнять. Ну да, его потери уже он не может восполнять, но некоторую часть он может восполнять. Так что сказать временные рамки, скорее всего, это случится, если взять, что летняя кампания будет где-то до 15 сентября, то я считаю, что за летнюю кампанию украинская армия будет в состоянии серьезно попортить кровь российской армии. Попортить кровь – это звучит буквально попортить кровь или занять какие-то захваченные территории? Нет. Я ни Фейсбук, ни мои интервью в Ютубе не дадут мне соврать. Война на истощении. Та парадигма, которая сложилась у вас, вы не должны заострять свое внимание на каких-то рубежах. Вы поймите, какая разница, под Бердянском стоит ваш противник, или, скажем, в Орехово стоит ваш противник. Если вы его силы не истощаете, значение линии фронта теряет свою актуальность. Надо сосредотачиваться именно на, как я сказал, попортить кровь. Это в буквальном смысле. То есть это физическое истощение живой силы и силы и средств противника. Попортить кровь можно, но противник в состоянии провести еще одну волну мобилизации и вместо одного мяса завести другое. Вы знаете, ваш противник это уже делает. То есть тот процесс привлечения осужденных, этот процесс не останавливается. Сейчас их собирают в Министерство обороны. Так вот, дело в том, что надо противнику давать такие потери, чтобы он вышел из своей зоны комфорта. То есть вы сейчас в состоянии, скажем, уничтожать 500 солдат в день. Ваш противник имеет возможность эти 500 человек восполнять. Это осужденные различные контингенты. Скажем, если вы выйдете на уровень 1000-2000, если вам предоставили нормальное количество кассетных боеприпасов, вы сможете выйти на этот уровень. Тогда им придется, да, в перспективе конца, как бы середины осени, начала зимы им нужна будет новая волна мобилизации. Но, вы знаете, тут не только речь идет о военной целесообразности. Политическое руководство России избегает категорично мобилизации. Потому что это может расширять Россию изнутри. Это один фактор. А еще один фактор, что, ну, хорошо, люди, да, но без артиллерии, без танков, это просто получается, как бы, не боевое подразделение, а просто, как бы, мясные волны, с которыми Украина сможет, как бы, противостоять. Поэтому тут столько нюансов, тут столько факторов, что очень трудно прогнозировать, делать прогнозы более двух месяцев. Потому что есть очень много факторов, в том числе и внутриполитическая ситуация в Российской Федерации. Поэтому долгосрочные прогнозы, это сейчас очень трудно. Агиль, скажите, пожалуйста, какое оружие более всего сегодня нужно на такого рода войне? Вам нужны комплексные оружия. Вы знаете, уважаемый Дмитрий, нет вундерваффе в наше время. В наше время это как в футболе, боюет футбольная команда. Вот, скажем, если у вас не будет систем противовоздушной обороны, вы будете доминировать, скажем, в воздухе, но у вас заглядят дроны. То есть вам нужно все. Вам нужны и пулеметы, вам нужны и минометы, вам нужны и антидронные средства, вам нужны и системы противовоздушной обороны, вам нужна и авиация. Чтобы победить более сильную армию, нужен комплекс сил и средств. Часть из них вы имеете. То есть это не с нуля надо делать, а часть из них, то есть даже при большом желании, мир только-только столкнулся с большой угрозой от дронов. И готовых решений нет. И вы сами, вот я слеживаю ваши каналы, вы сами делаете антидронные системы. Вот это надо как бы интенсивно, нужен государственный подход. Системы, которые сработали, сразу и брать, и использовать более-более масштабно. Сейчас действенных антидронных систем в мире очень мало, потому что дроны модернизируются быстрее, чем успевают промышленности. Так что нужно все. Нужно все. И хорошо, скажем, вам дали F-16, но вам не дали в достаточном количестве боевых машин пехоты. Враг уничтожен, а у вас сил и средств нет, чтобы вы взяли, пошли и заняли какой-то рубеж. Поэтому, знаете, вот сказать, что вот это важнее, это нужнее, нет, вам нужно все. Вам нужно все, но молодцы, вы контрбатарейку сделали, террористическое преимущество вы уже получаете. Теперь нужно подумать о тех пустотах, которые у вас есть. Скажем, дополнить свое огневое преимущество дронами. Дроны камикадзе в большом нужном количестве вам никто не предоставит. Его производство только-только наращивается. И скажем, дрон, который сделали в Киеве при содействии с военными, которые знают, на какой частоте летать, на какой дали сделать, какое внутреннее вещество сделать, он обойдется, скажем, вам от 1000 до 5000 долларов. А дрон с такими же характеристиками, может, даже у него возможности по противостоянию радиоэлектронным системам борьбы будут ниже, вы закупите за 100 тысяч долларов. И не в таком количестве. То есть надо понимать комплекс мер и мероприятий, которые нужно делать с западными партнерами, которые должна сделать сама Украина. Сама Украина должна сосредоточиться как на антидронных системах, так и на разработке армии дронов. Это работающая система, схема. Россияне делают. Второй год войны вы аналога российскому «Ланцету» еще не вытащили. Что нехорошо. А «Ланцеты» – это хорошая история? Неплохая история, я вам скажу, потому что это израильская система. Она была разработана ими, передана еще до начала войны россияне, и эта система очень хорошо работает. Да, очень хорошо работает. То есть это не российская система? Нет, конечно. Нет, нет. Российские системы, мы видим, какого качества, какие возможности у них. Нет, это, в принципе, вся бесплотная авиация, Россия начиналась с Израиля. У Израиля хорошие разработки военные? Очень хорошие. Израиль – это высокотехнологическая страна. Я бы сказал, что одна из ведущих. Вот сейчас на первые, на вторые места выходит такая вещь, как техническая разведка. Вот они одни из первых запустили в пост на техническую разведку. Это вы знаете, что это означает? Вот, скажем, вам нужно ударить по Москве. Вот как узнать, в Москве какие средства противо-воздушной обороны работают? Какие системы радиоэлектронной борьбы там есть? А у спутников пролетел, все здесь снял, радиограмму сигналов снял, на земле расшифровали и нанесли удар. Радтехническая разведка и систему Кольчуга у вас есть. Вы нам их экспортировали в Азербайджан. Он себе очень хорошо показал. Развивать. Развивать. А это очень хорошая система. Она позволяет выявлять радары контрабатарейной борьбы, систему радиоэлектронной борьбы, систему противо-воздушной обороны, все, что излучается, она находит с точностью 2 километра, показывает местонахождение. Дрон полетел на доразведку, точнее координаты, уничтожили. Это очень хорошая высокотехнологическая штука. У вас эти возможности есть. То есть не надо уповать полностью на кого-то. Надо самим тоже по некоторым направлениям. Вы это можете делать. Делайте. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские Эмэдзи со мной и с Олесей Бацман на ее канале, до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Я вам задам вопрос как пилоту. Скажите, самолеты F-16 необходимы Украине или без них можно справиться? Без воздуха очень тяжело. Без воздуха очень тяжело. Но вы обходились до сих пор без воздуха в оборонительных операциях. В принципе, если вас насытить противовоздушной обороной, скажем, 20 комплексов Петриот, скажем, еще 40 комплексов нас, которые прикроют всю границу, вы, может быть, справитесь. Но почему, самолеты, я являюсь одним из первых людей, который заявил именно об истребителях F-16 для Украины? Почему? Вот скажем, огневое воздействие состоит из нескольких компонентов. Запад в своих возможностях нарастить и ваши возможности по артиллерии до сих своего пика. Вот эту артиллерию надо чем-то дополнять? Атакамцы, Штон, Шадео, истребители F-16. То есть для того, чтобы увеличить ваше армиевое преимущество, увеличить оборонный потенциал украинской армии, конечно, это же компонент. Либо вы получаете этот компонент, либо те системы, которые заменят этот самолет. Без воздуха в последние 20-30 лет никто не воевал. Ну, у вас получается так. То есть без F-16 можно пойти, но если его место займут, скажем, тысяча атакамцев. То есть предлагая Украине F-16, я взвешиваю все. В том числе и возможности передачи Украины масштабов и количества систем. То есть F-16 это схема, при которой, скажем, в течение 6 месяцев можно радикально увеличить огневые возможности украинской армии в целом. Сколько самолетов F-16 нужно Украине для того, чтобы отвоевать свою территорию? Как минимум. Это 80-100. 80-100. Для чего? Для чего? Знаете, вам где-то две недели эти F-16 понадобятся, чтобы они выкуривали противовоздушный оборон. Но если вам передадут систему радиотехнической разведки или вы сами можете дойти до прибытия F-16 такого пика, что любое устройство, которое включается в работу, вы его обнаружите и уничтожаете, то вы можете прийти к тому, что вот как американцы во время югославской операции, да, они потеряли всего один из F-16. Почему? Потому что первые две недели работают самолеты именно охотники за радарами. Они выкашивают противовоздушную оборону, а после этого уже начинают работать истребители, ударные самолеты. Ну, югославская операция, Гиль, тоже давайте скажем о том, что кто противостоял американской армии? Армия Югославии. Это не серьезно. А здесь армия России. Да, я согласен, я согласен. Поэтому я как бы и предлагаю и количество, и как бы дополнение. Техническая разведка американцев во время югославской операции не была такая продвинутая, как у вас сейчас. Она у вас частично уже развернута, ее надо только усилить, потому что наземный компонент в Югославии не работает. Американцы там провели только воздушную кампанию. Поэтому нужно, чтобы в воздухе постоянно находились хотя бы 12 самолетов. А для того, чтобы постоянно в воздухе дежурили 12 самолетов, нужно хотя бы, чтобы их общее количество было 100 штук. Там кто-то кого-то ремонтирует, какой-то самолет там нужно поменять запчасти, какой-то самолет идет в ремонт. То есть, чтобы обеспечить 10-процентное нахождение в воздухе, как минимум 12 самолетов, 10 самолетов вам нужно 100 штук. Кроме этого, кроме этого, вот, скажем, нужен самолет «Авакс». Это летающий радар. Но, скажем, вот, американцы не дали радар, но летающий радар. Но они могут вам передать, скажем, 4 радара от комплекса «Петриот». Который тоже своего рода наземный радар, который будет выдавать цель указания с истребителями F-16. Говорят о самолетах F-16. Сколько нужно пилотов, чтобы на них летать? Цифра. Полтора экипажа, 150 человек. Сколько нужно времени, чтобы подготовить 150 пилотов? А это смотря каких пилотов. Если человека без налета, это годы. А если человек – боевой летчик, то 3-6 месяцев этот человек будет доучиваться в воздухе. Этот человек будет доучиваться в воздухе. Но, скажем, если создать и дать все компоненты систем, когда пилот F-16 сидит в кабине, наземный радар наводит его ракеты, он не встречает противодействия от систем противовоздушной обороны, это как бы комфортные условия работы. Шестимесячный пилот с этим справится. Но если нет, если нужно, чтобы в воздухе был Волк, это, конечно, уже год как минимум. Но я думаю, что 50 человек Украина сможет поднять, дать летчиков, как минимум 50 человек. Но как бы и надо работать, надо работать. Надо хотя бы, вот, подготовка летчика у нас состоит из нескольких этапов. Есть первоначальная подготовка, она выполняется на поршневных самолетах. Вот этот этап нужно было уже начать сделать, скажем, за 3 месяца на тип, который передали в 16-м, это реактивный тип, вторая ступень, да, чтобы на второй ступени у вас было уже готово, скажем, 100 человек. И через 6 месяцев уже вторая партия будет приступать на первичный на F-16. Тут очень много моментов. Вы летали на F-16? Нет, 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 я не летал. На каких самолетах вы летали? Я летал на двух учебных самолетах, я летал на Су-24, потом у меня появились проблемы со здоровьем, я перешел на вертолет. Летал на вертолет. В принципе, из-за проблем здоровья я и рано ушел в зале. Агиль, у россиян есть самолеты аналогичные F-16? Скажем так, вот F-16, если мы думаем, что F-16 это одна и та же, скажем, модель, это не так. На F-16 надо смотреть как на iPhone. Есть седьмой iPhone, есть восьмой, есть одиннадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Скорее всего, вам передадут F-16 двух пищен. Если передадут блок-50 комфортными баками, это же означает, что если видели F-16, он постоянно летит с двумя как будто болванками. Это занимает две его основные точки. Если эти баки у него будут на фюзеляже, он получит возможность быть истребителем-бомбардировщиком, наносить и на землю атаки, удары по молдемным целям и по воздушным целям. Немодернизированный F-16 блок-50, у него дальность обнаружения не будет иметь значения, если будет наземный радар подсветки, либо на летающий радар подсветки. Если без наземного, без воздушного радара подсветки, то F-16 сможет на равных противостоять, скажем, истребителям четвертого поколения, четвертого поколения плюс-плюс, но он будет проигрывать истребителям 135, истребителям МиГ-301, которые имеют более дальнобойные ракеты и воздух-воздух. А у россиян много самолетов такого класса? Посостоянно сейчас я не имею такой информации, и МиГ-31 у них очень мало, поэтому они его очень редко используют, не думаю, что их количество более 50 штук. По сути, в 35-м я не готов ответить на этот вопрос. Мы говорили об Атакамсах. Скажите, это принципиально важно Украине их получить? Ну, я отвечу комплексно на этот вопрос. Вчера вышла статья в драйве. Некоторые силы в Америке захотели отмазаться от вашего наступления итогов ваших поступательных операций, и привели там одну такую вещь, что Запад не опоздал с поставками, Запад все делал вовремя. Нет, уважаемый. Почему более года не применяются Хаймерсы? Я вам могу сказать. Они не применяются? Очень редко. Очень редко. Почему? Рэбы работают, да? Да. А вы знаете, как Рэб реагирует? Есть Рэбы, которые лучше ДПС-инам. Этот блок стоит 2500 долларов. У одной такой страны была такая проблема. За три месяца все ракеты были с новыми GPS-модулями. Что помешало американской промышленности? Поменять GPS-модули на ракетах Хаймерс. И такие же автокамцы к вам придут. Они не поменяли эти GPS-модули. А в отличие от России, у которых ракета ХА-101, ракета Калибр, с новыми помехозащищенными GPS-модулями. Компания, американская компания Texas. Вот вам ответ на ваш вопрос. Будет ли эффективен атакамцы или нет? А это какая начинка и вам дадут атакамцы? Если бы они поменяли бы эти GPS-модули на ракетах Атакамцы, ну и представьте, за целый год вы сколько бы целей поразили бы. Количество уничтоженных целей в оперативной глубине было бы в 5 раз, в 6 раз больше. Вместо этого вы сейчас вынуждены использовать Шторм Шадор, который стоит 3-5 раз дороже, чем ракета Атакамцы. Но это хорошая история, Шторм Шадор? Очень хорошая история. Очень хорошая история. Удачные ракеты. Удачные ракеты. Я думаю, что в передаче в товарном количестве вам очень сильно поможет. Это даже будет действеннее, чем Атакамцы. Потому что я обозначил, что у него будут проблемы с наведением, с GPS-модулированием. Когда GPS-модулирование нет, точность ракеты падает в 10 раз. А там у Шторм Шадор есть GPS-модулирование? GPS-модулирование помехозащищенное, и плюс у него аппетитская система наведения. Он сравнивает. Он сравнивает. Там комбинированная система наведения. А когда стреляет Хаймакс, там GPS-модулирование. Он выключается, работает инициалка, точность падает в 10 раз. То есть месяцам метра будет уже 100 метров, а это уже как бы никуда. Но я говорю, что у одной такой страны была такая проблема. Три месяца потребовалось израильским производителям, чтобы все ракеты, поменять их в боевой части, это GPS-модуль на ногу. Помехозащищенное. Почему это у американцев... Это страна Азербайджан? Нет, я не... Можно сказать да. Можно сказать да. Можно сказать да. Ну, бывает. Я просто в курсе, насколько Израиль с военной точки зрения помог Азербайджану. Да, да. Ну, как бы... А что помешало Америке с ее более мощной оборонной промышленностью применять эти GPS-моды? Что? А что помешало, на ваш взгляд? Ну, я не знаю. Наверное, нежелание, наверное. А почему? Это комплексный вопрос. Почему это комплексный вопрос? Весь мир разделился на консерваторов и авангардистов. Россия – это краевольный камень мировой архитектуры безопасности. Многие боятся, что будет, если Россия провалится. Проблема в этом была так, чтобы не помогать Украине или что-то. Ну, да, есть различные политические элиты. Но вот я сужу по зрению, так сказать, администрации Соединенных Штатов Америки. Они боятся ускорять этот процесс. Ну и что будет? Вы знаете, я замечаю, что в Украине как бы спад эмоциональный. Спад. Дело в том, что надо понимать, что это упорная долгая война. Вы будете выгрызать. Независимо от того, когда вам дадут Атакансы, когда вам дадут и в 16-е, или какие-то еще другие системы, вам понадобятся долгие месяцы борьбы. И у вас сейчас неплохие позиции. То, что наступательная операция не совсем удачная, ну так, война, война это не всегда победа. Но у вас очень хорошие возможности. Ваши возможности растут, российские возможности падают. Вы думаете, падают? Ну, конечно, падают. В артиллерии лучше валить. Они не могут восполнять свои потери в танках. Они могут восполнять свои потери в радарных системах. Ну, конечно, падают. Но снарядов производят кучу. А так, а пушек же нет? А чем они снают? Нет, нет. 122-й калибр у них производства нет. 152-й калибр тоже ограничен. Они не смогут увеличить возможности производства 155-го калибра. Это самоходно-артеррористские установки, места и другие. У них нет возможности. Они тоже не всесильные. А почему у них нет возможности? У них же денег много. ВПК работает. Дело в том, что для, скажем, самоходно-артеррористской установки, это связано, скажем, с запасом брони. Они не могут найти броню. Скажем, они не могут найти ствол. У них, если я не ошибаюсь, столы обтачивались германи. А сейчас им говорят, что ребята нет. Точите сами. Точите сами, да. Точите сами. То есть Россия не полностью автономна в своей оборонке. То же самое, вы представьте, сколько электрооборудований им нужно. А это они сами не производили. Да, вот некоторые позиции могут увеличить производство. Частично они количество боеприпасов смогли увеличить. Частично они смогли увеличить количество упускаемых ракет к комплексу ИС-300. И ракеты, крылатые ракеты воздушно-абазированные, калибры, Х-101. Да, частично они это смогли. Но по металлу у них не получается. Потому что брони нет. Нет производственных мощностей, чтобы увеличить производство танков, артиллерии, боевой техники. А советский, то есть задел, он же не беспределен. Это изношенные, часто невосстанавливаемые. Ну, наверное, видели видео, шесть тунгусок из капремонта пригнали, одна всего боеготовая. Это они начинают сыпаться. А у вас плавы нет. Вы крепитесь с каждым днем, с каждым днем. Единственное, что нужно хранить, это терпение. Я понимаю, что все люди устают. Война это как бы чрезвычайная ситуация. Но как бы ситуация не такая негативная, как людям кажется. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп, вы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите. Начиная от футболок с моим изображением заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко. А еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. А еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерц. Приближайте победу Украины над фашистской Россией. Вы понимаете, в чем проблема, кроме того, что гибнут люди, причем гибнут лучшие. У них гибнут отбросы, у нас лучшие. Проблема еще заключается в том, что Россия планомерно разрушает украинскую инфраструктуру. Бомбы, ракеты летят на украинские города, убивая мирных жителей и разрушая энергетику, тепло, станции, дома, соборы, все что угодно. То есть это же могут они делать до бесконечности. Для нас время важно здесь. Они не могут это делать до бесконечности. И обратите внимание, последняя поставка этой системы ПВО. Вы поймите, Запад тоже не всесильный. Никто щелчком пальцев не может вам родить в месяц, за два новую систему противовоздушной обороны. Ее цикл производства – это долгие месяцы. Вот именно поэтому вам нужно готовиться от долгой войны. Обратите внимание на последние поставки этой системы противовоздушной обороны. Я именно поэтому говорю, что, Дмитрий, нет такого вундерваффа, оружия, которое вы получите, вы победите, вам нужно усиливаться во всех сферах. Но я же видел сегодня фотографии, видео, что они собесные сделают. Поэтому вам нужно все. Вам нужно все. Вам нужно и в том числе стойкость гражданского общества и устойчивость. И вот поэтому, поэтому не надо, не нужны эмоциональные качели. Не настраивать себя, что вот сейчас рванем, сейчас победим, надо взять на долгую дистанцию. Чтобы вам хватило дыхалки, чтобы вам хватило эмоций и нервов. Как вам кажется, Запад не устанет от поддержки Украины? Запад не един. Запад, он состоит в нескольких частях. Вот зерновая сделка, вот скажем, будет своего рода триггером, кто где стоит. потому что там некоторые пункты, выдвигаемые России, они нужны для того, чтобы Россия смогла дышать посвободнее. от вас не устанут. Заключены миллиардные контракты, заключены очень много планов по увеличению производства снарядов, по увеличению, скажем, вам помощи. То есть старта не взяли. но речь идет о том, что кто и как видит вашу победу. Возможно, возможно, что в какой-то момент, скажем, когда через шесть месяцев, через восемь месяцев Украина вышла на какие-то рубежи, Россия сдается, что все, сдаемся, все на ваших условиях. Вот в этот момент, да, может быть, ситуация совсем другая. Кто-то захочет сохранить Россию с ядерным потенциалом, кто-то захочет сохранить Россию без ядерного потенциала, а кто-то скажет, что давайте рубить эта страна, которая через каждые 70-80% представляет угрозу для всего человечества. Вот тогда, да, тогда вот тот разлад, который есть в группе Рамштайн, он может сыграть какую-то роль. А сейчас нет, нет, абсолютно, нет, абсолютно, игроки есть, их недолгосрочные программы запущены, нет, абсолютно, я не думаю, что от вас устанут, но, но, может быть, единственное, что может быть, это увеличение помощи вам может остановиться. А так, чтобы вам резко сказали, что все, давайте, идите, ловите, нет. Я этому сценарию даже один процент не дам. Итак, мы подошли к тому, что война будет долгой, вы считаете? долгой это полгода, год или больше? с таким состоянием, с таким количеством поддержки, это больше будет. Если, если к зиме, к зиме, вам на 20-30% увеличить количество антириджеских пейприпасов, если к зиме количество ударных дронов, вы увеличите на 40-50%, к началу зимы, над вами будут летать F-16, к осени 2021 века, то есть, к осени 2024 года, вы можете добиться военного истощения Российской Федерации. Я отбрасываю все другие факторы, экономику, внутреполитическую, я говорю только о военном инструменте. С теми силами и средствами, что есть у вас, это может затянуться и на три года. Вам не хватает динамики, вам не хватает огневых возможностей. Грустно. Ну, есть позитив, вы не проиграли, а ведь вы могли проиграть в начале войны. Да? Ну, есть позитив, есть позитив. Во всем плохом давайте сказать хорошее. И угрозы ухудшения ситуации для Украины нет. Это уже позитив. Вы воюете со страной, которая сильнее вас в 3-4 раза. Из того, что вы сказали, я понимаю, что Россия идет вниз. И экономически, и по военной мощи. Однозначно. Однозначно. Ей может помочь Китай, или Северная Корея, или Иран. Кто-то может помочь ей? Нет. Автоматически Северная Корея и Иран выпадают из этой цепочки. Они не в состоянии подпитывать страну, которая в 10 раз больше их. Это несоразмерно. А что касается Китая, Китай может высказать свою позицию именно в тот момент, когда будут делить шкуру убитого медведя. А до этого Китаю не холодно, не тепло, он теряет своего агрессивного соседа, теряет, слабеет его агрессивный сосед, зачем ему вмешиваться. Китай свое слово скажет, городовод шкуру был делить. А пока Китаю зачем сидит себе дракон. Я бы сказал не шкуру, а даже шкурку. Агиль, скажите, пожалуйста, какой вы видите победу Украины, если мы говорим о победе Украины? Несомненно, военная политическая победа, выход на границ 1991 года, изъятие в России ядерного арсенала. Изъятие. Однозначно, изъятие ядерного арсенала. И, скорее всего, Россия, эта империя, она должна перестать быть империей. Ну, я как бы Америку не открываю, через это прошла, я помню, через это прошла Германия. Империи лечатся только делением. Другого способа излечить имперское население и ущербное мысление другого способа нет. При любом другом раскладе вы оттянете войну, будут воевать ваши дети. Типичный пример нашей войны. Я хочу коснуться как раз отношений Азербайджана и Армении. Я очень хочу, чтобы наконец настал мир, восстановились границы государств на момент 1991 года, чтобы Азербайджан и Армения дружили, чтобы армяне-азербайджанцы перестали убивать друг друга. мы увидим в ближайшем будущем то, о чем я сказал. Проблематично. Знаете почему? Я вот вам обозначу ситуацию по сравнению с вами, вы все поймете. Вот, скажем, война закончилась между вами и Россией, россияне покаялись. У нас одна и та же ситуация. У вас Донбасс, у нас Карабах. Никакой разницы нет. Да, ну, как бы россияне покаялись, там, какие-то процессы прошли, кого-то посадили, кого-то там убили. То есть уже каких-либо процессов, каких-либо вы не воюете друг с другом, делить вам нечего, все уже позади. Во-первых, нам не дали добиться этого. А во-вторых, армянская диаспора во всем мире и, скажем, подход Франции, подход Ирана, они не дают Армении нам мириться. И, скажем, мышление армян, оно до сих пор, оно тоже испорчено своего рода имперскими наркотиками от моря до моря. Так что, как это будет, что это будет, ну, как бы границу закрыли, говорим, давайте делать интеграцию, они блокируют дорогу между Азербайджаном и Карабахом, что нам ваши продукты не нужны, ничего не нужно, что, ну, здравствуйте, вы в нашей территории. То есть, вы, чтобы купить пачку сигарет, должны в Ереван ездить? Вот эти силы не заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе был мир. Ни Франция, ни Россия, ни Иран, и очень сильно армянская лопи в Америке. Интересные люди, да, сидят там и кричат, в общем, деремся до последнего армянина. Как вам история? Сидишь в Америке, пьешь кофе, да, и оттуда, как бы, отправляешь что-то доллар, и кричишь, нет, как бы, нельзя давать ничего. Поэтому, очень большая проблема. Надеюсь, что у вас так не получится, вы свою победу до конца как бы сделаете, и таких проблем у вас не будет. Ну, как бы, нужна операция. окей. Но житель Карабаха этнической национальности. Вот, обеспечиваем безопасность. Уважение. Все, что надо. Давайте... Все, машина вас заберет, вы в азербайджанские больницы вас наперед и вы вернетесь там. Или, скажем, вот, они сейчас орут, кричат, кричат, что блокад. Кто делает блокад? Для них, рядом с зоной ответственности российского, так сказать, кавычках, миротворческого контингента, создана специальная инструкция. Скажем, нужна мука, чтобы печь хлеб. Нет, говорят, нам нужна армянская мука. Ну, как разуливать эту ситуацию? И, может, кто-то, может, хочет прийти там купить мешок муки, но вот главари их, сепаратисты, которых сверху давят на них, с Армении, там, с России, там, в Арданянже, там, путинский любимчик. И вот эти люди не дают процессу интеграции, поэтому моя жизнь прошла вот в этой войне. Мне было 12 лет, когда все начиналось. Я хотел, чтобы этот кошмар закончился, но реальность вот такая, и когда это закончится, я не знаю. Агиль, я вам очень благодарен за интервью, знаете, за честный, такой непредвзятый, очень профессиональный подход и анализ. И я очень хочу, чтобы мы с вами поговорили уже тогда, когда мир придет и на землю Нагорного Карабаха, когда будут дружить армяне-азербайджанцы, как раньше дружили, и когда, конечно, Украина освободит свои территории от ненавистной России. С удовольствием. После вашей победы мир изменится, я думал, что и у нас на Южном Кавказе будет мир. А я желаю удачи, победы в Украине. Спасибо вам. Считаю, всего хорошего. Спасибо.